МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Август – это месяц, когда каждый год вновь и вновь начинают обсуждать, спорить, доказывать, а что же произошло 15 августа 90-го года утром в 11 часов 30 минут на 35-м километре латвийской трассы Слока-Талси. Известие пришло из Юрмала. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. Вроде бы все ясно. И это ясность зафиксирована в материалах дела. Трагический случай, выезд на встречную полосу, столкновение с автобусом, смерть одного из водителей. Но каждый раз с наступлением очередной годовщины этой трагедии начинают с новой силой обсуждать, как это могло случиться. Все ли действительно было так, как описано в милицейском протоколе? И почему до сих пор осталось такое огромное количество вопросов, на которые нет ответа? И эти вопросы можно объединить в один самый главный. В чем тайна гибели Виктора Цоя? И как ее разгадать? Вот в руках у меня копия свидетельства о смерти гражданина Виктора Цоя. Причина смерти. Несчастный случай вне производства. Тяжелая, сочетанная травма головы и тела. Вроде бы все ясно, но до сих пор люди не хотят поверить в это. В обыденной смерти, в ее неотвратимость. Разжигает этот огонь сомнений ссылки на огромное количество странных совпадений. Например, почему буквально за месяц до своей смерти Цой рисует вот эту картину? Называется она «Дорога». За лобовым стеклом на этой картине дороги, привычной для нашего понимания, нет. Есть какой-то набор цветовых пятен, сливающихся в единый поток чего-то нереального, фантастического, быть может, даже не земного, загробного. А сколько раз он затрагивал эту тему смерти в своих песнях? И даже тот самый альбом «47», над которым работал Цой до конца своей жизни, и кассета с рабочими записями этого альбома, которая была найдена в салоне искореженного автомобиля, тоже содержит отсылки на близкое соприкосновение со смертью. А теперь хватит мистики. Давайте о фактах. Вот схема ДТП. Столкновение произошло на повороте у моста через речку Тейтупе. Поворот абсолютно слепой с обеих сторон, он такой и сегодня. Вот посмотрите, он был таким и в августе 90-го года, и сейчас. Летом дерево и кусты на повороте закрывают обзор. Слепой поворот, превышение скорости. Трагическая, но обычная история на дороге. Однако латвийские милиционеры составляли осмотр места происшествия в попыхах, не указывая деталей. И вообще никакие другие версии, кроме несчастного случая, не рассматривались тогда. Все это торопливость и отсутствие деталей и породили огромное количество версий. Наиболее часто обсуждаемые. Это самоубийство. У Цоя был сложный период в личных отношениях, в семье и в творческом плане. По словам друзей, наблюдался кризис. Но все, кто знали Цоя, называют эту версию самой маловероятной. Еще одна конспирологическая версия. Убийство. Рука КГБ. Хотя зачем КГБ убивать Цоя, никто разумно так объяснить и не смог. Или, например, заказ со стороны его недругов. Известно, что главный продюсер Цоя Юрий Айзеншпис, человек, который управлял многомиллионными потоками всего отечественного шоу-бизнеса, с ним был разлад в этот момент у Цоя. Но никаких прямых документальных доказательств этой версии, кроме сложных личных отношений с Айзеншписом и тем, что автомобиль, на котором разбился Цой, тоже был куплен этим продюсерам, не было и нет. Еще одна версия алкоголя. Воздействие наркотических средств тоже отпадает. Официальная экспертиза доказала, погибший как минимум в течение 48 часов не употреблял никаких веществ, изменяющих сознание. Никаких. Ни алкоголь, ни наркотики, ни что-либо еще. И, скорее всего, вся тайна, которая окружена его смерть, это странное, почти мистическое совпадение всех обстоятельств. И его песни, где он пророчески предсказал свою смерть, и картина, где он нарисовал себя за мгновение до смерти. И даже то, что он не стал будить сына, с которым хотел поехать на рыбалку, это тоже проявление какой-то судьбы, рока. Он спас этим жизнь своего ребенка. Как последний герой. Он ушел один. Доброе утро, последний герой. Поэтому главная тайна, наверное, заключается не в обстоятельствах трагедии, они все изложены в материалах уголовного дела номер 480, который теперь уже закрыт, а в необъяснимом стечении примет, знаков, символов, отсылающих к этой трагедии. Помните, как говорил Воланд у Булгакова? Наивно полагать, что человек управляет своей жизнью. Иначе как объяснить, что тот, кто еще недавно считал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И это самая большая глупость полагать, что кирпич может просто так упасть на голову. Ничего в этой жизни просто так не происходит. Так кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? Кто? Спрашивает Воланд. Вот главная тайна этой жизни, которую озвучил герой Булгакова. И в случае с Виктором Цоем. Кто? Но это уже такая тайна, разгадку которой мы точно не найдем в ближайшее время. Даже в нашем научно-детективном сериале «Петербургские тайны». Субтитры создавал DimaTorzok